За их романом следила вся страна, знаменитый поэт и кинозвезда. Когда зимой 41-го года на страницах «Правды» было опубликовано тут же ставшее знаменитым стихотворение «Жди меня» с посвящением ВС, ни для кого не было секретом, кто скрывался за этими инициалами. В рубрике «Лавстори» Константин Симонов и Валентина Серова. Нужно, чтобы исполняли все желания. В 1938 году Валентина Половикова познакомилась с летчиком-испытателем, героем гражданской войны в Испании Анатолием Серовым. Это была любовь с первого взгляда. Уже на третий день Анатолий сделал актрисе предложение, и вскоре она стала Валентиной Серовой. Семейная жизнь была очень счастливой. Он мог вечером проводить жену в Ленинград, а потом сесть в самолет и утром с огромным букетом цветов встречать ее уже на перроне Московского вокзала. В это же время Валентина снялась в фильме «Девушка с характером» 1939 года и моментально стала популярной. Длинные очереди в кинотеатрах, цветы, автографы, всеобщее обожание. Но судьба уже приготовила ей удар. При испытании нового класса машин Анатолий трагически погиб. Произошло это в день годовщины их свадьбы. А через четыре месяца Валентина родила сына Толю, внешне очень похожего на отца. Чтобы забыться, Валентина Серова с головой ушла в работу. Однажды в 1940 году на спектакль «Трама Зыковы» по пьесе Максима Горького, в котором Серова играла роль Павлы, пришел 25-летний поэт Константин Симонов. Молодая актриса произвела на него такое впечатление, что в течение нескольких недель он приходил на каждый ее спектакль и неизменно садился в первый ряд с букетом цветов. Начался роман, за которым следила вся страна. Зимой 1941 года на страницах «Правды» было опубликовано тут же ставшее знаменитым стихотворение «Жди меня» с посвящением В.С. А в 1942 году вышел в свет сборник стихов Симонова «С тобой и без тебя» с посвящением Валентине Васильевне Серовой. В 1943 году на экраны страны вышел фильм «Жди меня», сценарий которого написал Симонов. В главной роли жены летчика Лизы Ермоловой, естественно, снялась Валентина Серова. Фильм рассказывал о верности в любви и дружбе, пронесенной сквозь суровые испытания войны. Но вот в настоящей жизни у Серовой с Симоновым все было не так гладко. Когда весной 1942 года во время выступления в госпитале для высшего комсостава Валентина Васильевна познакомилась с генералом Константином Рокоссовским, который был старше ее на 21 год, то почувствовала, что влюбилась. Сильно, безумно, без оглядки на мнения окружающих, которые, разумеется, не упустили возможности посплетничать о верности той, которая ждет. Поговаривали, что Серова несколько раз летала к генералу на фронт. Однако эти отношения были заранее обречены. Рокоссовский был женат и разводиться не собирался. Так или иначе, когда в 43-м году Константин Симонов делает Серовой официальное предложение, она соглашается стать его женой. Поначалу они производили впечатление действительно счастливой семейной пары. В роскошной квартире на улице Горького, где только один зал занимал около 60 квадратных метров, две домработницы. Серебристые трофейные вилли с открытым верхом, которые Серова водит сама, на даче в Переделкине специально для нее был построен бассейн. Супруги вместе ездили за границу. Правда, взглядов на жизнь они придерживались разных. Во время визита во Францию Симонов пытался уговорить Ивана Бунина вернуться в СССР, а Серова, когда муж на мгновение отлучался от стола, шептала великому писателю «Не возвращайтесь ни в коем случае!» Фактически она спасла Бунина. В 1945 году цензура разрешила выход картины «Сердца четырех», запрещенной ранее как несоответствующей генеральной линии по патриотическому воспитанию масс. Ей было всего 29 лет, и она вряд ли могла предположить, что на этом счастливая, по крайней мере, внешне полоса ее жизни подошла к концу. Серова и Симонов были слишком на виду, слишком много разговоров и сплетен. Родившаяся в 1950 году дочь Маша уже не может склеить их отношения. Валентина Васильевна все сильнее и сильнее увлекалась алкоголем. Дошло до того, что суд лишил ее родительских прав, и Машу воспитывала бабушка. В 1956 году Симонов не выдержал и ушел к другой женщине, Ларисе Алексеевне Жадовой, на которой он впоследствии женился. Сировой не стало в декабре 1975 года. Она умерла одна в пустой квартире, сутки пролежав на полу. Ей было 58 лет. Ни некрологов, ни статей в прессе, лишь коротенькое извещение в газете «Вечерняя Москва». Симонов, отдыхавший в Кисловодске, на похороны не приехал, прислав 58 красных гвоздик. Но забыть Серову не мог. Незадолго до смерти попросил дочь Машу принести ему в больницу архив Валентины Васильевны. «Оставь, я почитаю, посмотрю кое-что. Приезжай послезавтра». Когда она приехала, он сказал, «Прости меня, девочка, но то, что было у меня с твоей матерью, было самым большим счастьем в моей жизни и самым большим горем». Субтитры создавал DimaTorzok